Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilmDB. Представляю вашему вниманию список фильмов, похожих на «Монстры против пришельцев» 2009 года. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Мадагаскар 2 2008 года Полной опасности и жизнь на Мадагаскаре не оправдала ожиданий привыкших к комфорту Нью-Йоркского зоопарка животных. Льва Алекса, зебры Марти, жирафа Мелмана и бегемотихи Глории, и друзья решают сбежать с острова. По случайности, всю компанию заносит в Африку, где Алекс встречает свою семью, с которой он был разбучен в детстве. Неожиданно для себя, Алекс понимает, что после жизни в зоопарке у него гораздо меньше общего с родственниками, чем ему хотелось бы. Мадагаскар 2005 года Четверо изнеженных животных из центрального зоопарка в Нью-Йорке – лев Алекс, зебра Марти, жираф Мелман и гиппопотамиха Глория – решаются на побег. Оказавшись после кораблекрушения на экзотическом острове Мадагаскар, населенном лемурами и поедающими их фоссами, путешественники с ужасом понимают, что с городскими привычками придется распрощаться. Здесь нет людей, любимых клеток, вкусной кормежки. Начинается шоу «Последний герой» только с животными. Нашим друзьям нужно выжить в непривычной среде питания, где на каждом шагу подстерегает опасность. Суперсемейка 2004 года Корпорация «Монстров» 2001 года Склистский гад в сливном бочке, мохнатый зверь, похожий на чудовище из маленького цветочка, гигантские мокрицы под кроватью – все они существуют на самом деле. Все, что им нужно – пугать детей, потому что из детских криков они получают электричество. Полнометражный мультфильм рассказывает о кризисах в мире монстров, их жизни. Но однажды вся мирная жизнь монстров оказывается под угрозой. В их мир попадает ребенок, а с детьми столько хлопот, что они могут довести даже монстров. Шрек 2001 года Жил-добыл в сказочном государстве большой зеленый великан по имени Шрек. Жил он в гордом одиночестве в лесу, на болоте, который считал своим. Но однажды злобный коротышка, лорд Фаркуат, правитель волшебного королевства, безжалостно согнал на Шреково болото всех сказочных обитателей, и беспечной жизни зеленого великана пришел конец. Но лорд Фаркуат пообещал вернуть Шреку болото, если великан добудет ему прекрасную принцессу Фиону, которая томится в неприступной башне, охраняемой огнедыжащим драконом. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok